Дай почитать. Восьмилетнюю Бетт отправляет в приют после гибели матери. Девочка, лишенная близких людей, любви, становится угрюмой, чужденной и находит поддержку у сторожа приюта. Он учит ее игре в шахматы. И неожиданно шахматы становятся смыслом ее жизни. Она взрослеет, превращается в молодую привлекательную женщину, начинает злоупотреблять транквилизаторами и наркотиками. В 16 лет Бетт становится участником открытого чемпионата США по шахматам. Книга во многом менее захватывающая, чем сериал. В ней линейный, сухой, лишенный психологизма сюжет, бесконечные шахматные партии. Все же в фильме большеглазая Аня Тейлор Джой, костюмы, даже шахматные сражения, захватывающие и увлекательные. Сама героиня не очень привлекательно вызывает уважение, ее упорство и трудолюбие, а недоумение употребления опасных чудо-таблеток. Как будто только их употребляя, можно стать вундеркиндом. Странный сюжет, замешанный на транквилизаторах алкоголя, сексе и отрешенности от реальной жизни. Героиня гениальный шахматист никогда не существовало. Книга написана Уолтером Тевисом в 1983 году. Что сделать раньше, посмотреть сериал или прочитать книгу? Лучше сначала прочитать книгу, а потом оживить ее кинематографическими средствами. Не думаю, что книга способна затмить сериал скорее наоборот. Любопытно, что соперниками Бетт становятся русские из СССР. Вспоминается, что во второй половине XX века СССР – это страна, влюбленная в шахматы, имевшая свои гениальных и легендарных шахматистов. Трогательный образ Джолин, размышления Бетт по поводу ее удочерения, приемных родителях, об отношениях к миссис Уитне, об отношениях с Таунсом, Белтиком, Бенни Уотсом. Особо интересен образ Москвы и советских людей. Элизабет уже в самолете, летящем в Москву, чувствует к себе глубокую симпатию наших людей. Все ее приветствуют, ей аплодируют, ей восхищаются, ее поддерживают, ей рады наши советские добрые люди, фанаты шахмат. К сожалению, в книге, изданной АСТ, встречаются непростительные, даже не опечатки, а настоящие ошибки, типа «зубная сычетка», «опоздание», «дамская сумочка», оказывается, мужского рода, но в целом интересная и неожиданная книга «16+.» Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! Дай почитать!